Привет всем! В этом видео я хочу затронуть очень-очень интересную тему. Это тема выбора. Вы должны для себя знать, что нет правильного и неправильного выбора. Есть только один выбор. Потому что вы не знаете, что может произойти, если бы вы выбрали второй путь. То есть вы можете догадываться, что может произойти, но вы никогда этого не узнаете. Никогда вы этого не узнаете. Есть только один выбор. И более того, я скажу, что этот один выбор, он всегда будет правильным. Давайте разберем две ситуации. Вот вы выбираете, куда вам поехать отдохнуть. Или в горы на лыжи, или на море. То есть в теплую страну, или поехать в горы. И вот вы выбрали поехать в горы на лыжи. Приехали, а там плохая погода. Вот ваш отпуск длится неделю и целую неделю, там очень плохая погода. Вы просто даже не можете выйти с отеля. И вы лежите в отеле и думаете, блин, на лыжах не покатался, я сделал неправильный выбор. Лучше бы я поехал на море. Смотрите, куда вы там хотели поехать. А там шикарная погода, там солнце, все вообще круто. Но вы никогда не узнаете, что было бы, если бы вы выбрали море. А представляете, вот вы приехали бы на море, и там в первый день отравились бы арбузом. И лежали бы в больнице и сказали, блин, почему я тогда не выбрал горы. Вот, понимаете, нету правильного и неправильного выбора. Есть только один выбор. И этот один выбор всегда будет верным. Теперь я хочу сказать то, что вот у всех в жизни происходят какие-то трудности, неудачи. Всем там очень тяжело. Благодарите за это. Благодарите за эти трудности. Если вам очень-очень плохо, благодарите за это. Потому что, когда вам плохо, это шанс расти. Это шанс переосмыслить свою жизнь. Это шанс поступить по-другому. Шанс поступить так, как вы еще никогда не поступали. Перейдем к моему случаю. Когда я был на абсолютном дне, это было год назад, когда у меня не было где жить. И что случается, я ломаю руку. Вот, представляете? У меня нету денег. Мне нету за что жить. Мне нету за что покушать. И я еще ломаю руку. Правую руку. И я не могу работать. Вот, представляете? Я не могу монтировать видео. Я не могу торговать. И я думаю, все. Вот это вот конец. Я вот тогда думаю, блин, ну зачем еще вот эта вот рука? И так все плохо. И так все плохо в этой жизни. И здесь я еще ломаю руку. Я так вот проклинал этот вот случай. А вот этот вот случай, что я сломал руку, оказался самым лучшим, что могло со мной произойти. Казалось бы, что хорошего в том, что я сломал руку. И вот этот случай оказался точкой отсчета. Потому что, когда я сломал руку, я совершенно начал по-другому думать. Я задумался, почему так произошло? Почему так случается? Что мне нужно делать в этой жизни? Как мне поступить? У меня был выбор сдаться, поехать домой, приехать к маме и сказать, вот я ничего не добился, у меня нет денег, я в Киеве сломал руку, вот принимай меня, мама, такого сына. И что тогда случается? Я придумал идею, как заработать деньги. Я думаю, нет, домой я не поеду. Я останусь в Киеве, я буду, не знаю, бомжевать, но домой я не поеду. И я выберусь из этой ямы. И все. Этот случай меня многому научил. Я по-другому стал относиться к жизни. Вот именно из-за того, что я сломал руку. Вот если бы я руку не сломал, у меня было бы более-менее все так нормально. Вот не произошло бы вот этого вот щелчка, понимаете? Ну и что случается? Мне приходит страховка за сломанную руку, это 10 тысяч рублей. И по своей схеме, которую я тогда придумал, я заработал за месяц 240 тысяч. 10 тысяч рублей, я заработал 240 тысяч и уже сумел себе арендовать квартиру. И потихоньку, потихоньку уже двигаться к своей цели, потихоньку я уже начал зарабатывать деньги. И вот если бы я не сломал эту руку, я бы не смог заработать так быстро эти деньги. Я бы не смог. Я благодарен этой ситуации. Благодарите все такие ситуации. Они вас учат. Они вас заставляют расти. Только благодаря таким ситуациям вы развиваетесь. Только благодаря таким ситуациям вы растете. вот сейчас у меня много друзей и они не могут сдвинуться с места они говорят блин я понимаю они все осознают они понимают что им нужно уволиться с работы чтобы начать новую жизнь они все понимают они понимают что они работают на кого-то не получают копейки и не вкладывают свое дело это они все прекрасно понимают но они не могут сдвинуться с этой точки у них нет вот этого вот щелчка если бы у меня этого щелчка не было я бы тоже думал как они понимаете без этой плохой ситуации ничего не будет. Вы не сможете покинуть свою зону комфорта. Вот у меня есть ребята, которые боятся рискнуть, боятся переехать в другой город, боятся покинуть свою работу, потому что они боятся остаться без денег. Вот этого вот не нужно бояться, потому что когда вы останетесь без денег, вы будете думать совершенно по-другому. Когда я остался без денег, я теперь благодарю ту ситуацию, что я остался без денег. И я вот благодарю судьбу за то, что она мне так рано послала эту ситуацию. То есть, чем раньше у вас произойдет вот такая вот ситуация, тем лучше. Так что везде вы делаете правильный выбор. Если так случается, значит, так должно быть. Запомните это. И теперь я вот благодарен абсолютно всем своим ситуациям. Все плохое, что случается в моей жизни, я извлекаю из этого урок. И думаю, как мне это поможет? Что-то случилось плохое. Например, вот такие вот даже самые-самые банальные простые ситуации. Я вот монтировал видео на Apple вот сидел, монтировал видео и у меня все слетает. Я потратил 200 часов на все, на все, на все потратил 10 часов, много сидел, очень-очень старался и у меня все вылетает. И казалось бы, что здесь хорошего, да, я столько потратил времени. Но я начал извлекать из этого урок. Я думал, почему так случилось? Я вот нашел человека, который разбирается в этой программе Final Cut и попросил у него консультацию, платную консультацию у него заказал и он мне все рассказал. Вот если бы у меня все не слетело, я бы и дальше продолжал мучиться, понимаете? А так я уже разобрался, он мне все вернул, показал как это все вернуть, как это все восстановить и теперь я уже без проблем работаю в этой программе. То есть только благодаря тому, что у меня вот все вылетело. Вы понимаете? Все ситуации самые лучшие ситуации в вашей жизни. Просто многие люди, которые вот не знают моей истории, может быть даже новые подписчики говорят, тебе сейчас просто говорить это все, вот сидеть, говорить на камеру, потому что у тебя все хорошо, у тебя есть много денег, а вот как нам? Но я тоже был в вашей ситуации. Вот чем я похож на вас, потому что я через все это прошел и теперь вот свой опыт я передаю вам. Я не родился там миллионером, я не родился с деньгами, я обычный парень. Я вырос в маленьком городе, мои родители работают на заводе, копили деньги, чтобы отправить меня на учебу. У нас никогда не было денег, мы всегда были бедными. И вот я себе сказал, я так жить не хочу. Я сказал маме, я заработаю много денег, я этого добьюсь. Мама, конечно же, в это не верила. Говорит, у нас такая вот... Судьба. И вот как раз в тот переломный момент, когда я сломал руку, когда меня уже все достало, я сказал нет, я так жить не хочу. Я хочу зарабатывать много денег. Я начинаю двигаться только вперед, я начинаю идти к своей цели. Так что, народ, благодарите судьбу за все, что с вами происходит. Есть такая штука, как благодарность. Вы всегда должны быть благодарны. И помните, что если судьба хочет сделать вам подарок, она заворачивает его в проблему. Если судьба хочет сделать вам огромный подарок, она заворачивает его в огромную проблему. Так что, желаю всем, чтобы у вас все было отлично. А у вас обязательно все будет отлично. Вы обязательно всего добьетесь. Верьте в себя. Никогда не сдавайтесь. Никогда никого не слушайте. Надейтесь только на себя. И все у вас обязательно наладится. Спасибо вам за просмотр. Спасибо за поддержку. Поставьте лайки этому видео. Обязательно подпишитесь на канал. Всем пока.